Друзья, всем привет, большой привет! Я собралась на встречу с Люсей, и мы сегодня идем по вашей наводке, встречаемся вернее, на набережной Ирыгина, Ирыгинской набережной, посмотрим ледовые фигуры, выглядите там очень хорошо, ну и потом посмотрим, где еще погуляем, пойдемте с нами. Так, что я беру о книгах, да? Вот эту книгу я покупала в фикс-прайсе, 149 рублей, вы знаете, я пока ее увидела, сразу схватила. Я очень люблю Хемингуэя, и больше ни разу не видела, чтобы эта книжка продавалась. Я хочу сейчас ее подарить Люсе, я ее прочитала, естественно, больше она мне не нужна. Тут про четырех жен Хемингуэя, пускай читает, девочка. Сегодня у поезд Марокко, год в Касабланке, я ее прочитала, сын у нее прочитал, и я думала, сохранила я ее или нет, сохранила, и я хочу вот ее еще раз перечитать. Очень интересная книжка, он переехал, по-моему, из Англии в Марокко, и что с ним вообще происходило, какие марокканцы, он здесь все рассказывает, но хочу в памяти возобновить. Смотрите-ка, смотрите-ка, какой троллейбус, еле успела его заснять вам. А что дышит? А, ну мы сейчас посмотрим, так это, ты считаешь, я у тебя хотела спросить, это туман или это смог? Или это от Инессе? Люся, привет, поздоровайся со всеми. Ну не падай, не падай, моя дорогая. Ну как всегда. Как всегда, привет. Привет, а то это. Иногда говорят, что это Люся, с нами не поздоровайся. Да, мы вроде как особо-то в последнее время и не видимся. А я хотела, я подумала, ты скажешь, мы особо-то с вами не знакомы, чтобы не с вами здороваться. Так, Люся, тебе книжку принесла? Книжку? Да. Я же наводила порядок. Ну это я видела. Ты видела? Спасибо. Да, и я, ну а я тебе говорила, я покупала здесь книжку. Четырежные химингуэ, я тебе давала читать или не давала? По-моему, не давала. Нет. А я покупала ее в экспрессе. Хорошая, принесла тебе, почитай. Хорошо. Да, а я хочу сказать еще, пользуясь моментом, Люся, кстати, тоже не знает, какую я сейчас информацию хочу сказать. Информацию какую? Рекомендации. Опять же, друзья мои, я хочу дать вам рекомендацию на один канал, который мне вчера YouTube посоветовал. Так, пошли. Я не знаю, каким образом он выбирает людей для рекомендации, но я очень-очень этим довольна. Канал называется «Питер. Наш дом». Не видела, не смотрела, Люда? Может быть, встречала. Слушай, «Питер. Наш дом». И почему я сразу зашла в эту рекомендацию? Потому что видео называлось «Квартира Григория Распутина». Ну, естественно, из разных источников мы получаем информацию, получали о Распутине, да, и в том числе. Я, по-моему, делала обзор на книгу, или не делала, просто показывала вам на книгу автобиографическую Юсупова, да. И он там в мельчайших подробностях, говорю, все, давай держаться, рассказывает, как они убивали Распутина. Вот, и, конечно, так я тебе говорю, только ты меня не утяни за собой, а то ты всегда живая и здоровая, а рядом люди с тобой валятся и ломаются. Смотрите-ка, как парит от Енисея. Вот, и... Сейчас, секундочку, спустимся. Так, ну, пойдем здесь еще. Вот, и, значит, «Квартира Григория Распутина». Слушайте, мне эта тема очень интересна. Я вот прямо вам искренне рекомендую, кому... Нормально, здесь есть. Нормально? Кому это тоже тема интересна. Естественно, посмотреть хочется, захотелось мне, где жил Распутин, в какой квартире, в Питере. Там практически 95% сохранено все с исторической точностью, не восстановлено. И эту квартиру в 1914 году, в 1914 году купила ему Александра Федоровна. Сама она там ни разу не была. И он там жил с девочками, с дочерьми. Слушайте, это настолько интересно. Но самое интересное, это рассказ экскурсовода. Она не профессиональный экскурсовод, она филолог Ольга. Ну, часть 17 идет этой экскурсии. Люда, тоже зайди, посмотри. Это просто на одном дыхании. На одном. Ну, правда, я слушаю на 1,5 или на 1,25. Но настолько интересная информация. Она с такой любовью все это рассказывает. Пойдем, подойдем, хоть и неси, покажем. Что там где? Какой он? Красота. Ну, этот, воздух сырой. Все в куржаке. Все в куржаке. Елена, на улице-то тепло. Я испугалась. На улице тепло, но холодно. Я испугалась. Люда, ну так тепло, но холодно. В смысле, тепло по температуре, но по сути холодно. Я тебе, да. Смотрите, какой куржак. Смотри. Ой, 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 ой. Какое испарение. Конечно, будет ни одна зрительница написала. Знаете, что если вы не живете в Красноярске, нечего говорить, что воздух влажный от Енисея. Воздух влажный из-за севера. Ну, что к чему? Это прописная истина. Воздух влажный от открытой воды. Каждый имеет право на свое мнение. А ну, так категорично его, что высказывать-то? Так категорично-то. Пусть не будет от север. Да, и вот на этом канале квартира семьи Бенуа, квартира доцента Политеха. Это настолько интересно. Но я пока просмотрела квартиру Григория Распутина. И как он переступил порог черного входа, когда за ним пришел маленький. А маленького он как раз называл Юсуповым. И я у Юсупова это читала, что именно он пришел за ним. Ну, интересно, интересно, друзья. Так, а мы идем смотреть ледовую фигуру. Онлайн-экскурсии. Онлайн-экскурсии. Ну, она, он в разговорной речи, в такой, в диалоге, очень-очень интересно. Значит, вы посоветовали нам, мне посмотреть и вам показать фигуры ледяные. Мы как раз сейчас находимся на Юргенской набережной. Мы ее видим, он там по курсу. Эти фигуры сейчас дадем, посмотрим. Смотрите, какой куржачок на елках. Это все от воды, конечно. Так, а это людиосвещение, да, искусственное? Ну, типа светильник. Да, слушай-ка. Тут прохладно. А ты не сия. Почему-то я такие ботинки надела? Межсезонные, друзья. Ну, потому что минус девять. Меня, ну, я уже отвыкла. Ну, даже ли на минус, а? Ну, девять ведь. Ну, девять ведь. Так, что тут? Опрятного. Что тут? Опрятней модного паркета. Блистает речка в доме лет. Мальчишек радостный народ. Вот Пушкин, Няникин, Няникин. Так. Тридцати боготерей. Ага. Ну. Ой. Сказочная птица. Люда, посмотри на лебедь. Красивая, да. Барышня-крестьянка. Это красивая. Ну, лицо у нее какое-то прямо некрасивое. А сама скульптура красивая. Это дети. Это... Ты видишь? Да не могу поверить. Ну, художественная учительщина. Да что ты. Смотри как вон. Ничего себе. Молодцы какие. Ну, тут стена, тут просто стена такая, да? Понятно, что они учатся. Ну, ты что, молодцы все равно. Красотища какая там дальше. У меня бы зарядка не сила, на морозе же размораживается. Так. Золотая рыбка. Молодые педагоги это делали. Михайлов Андрей и Конобеева Ярославна. Ярославна назвали. Представляешь девочку? Ох, какая красивая скульптура. Это Пушкин, да? Я так понимаю. Так, это кто? Горелов Антон. И Кротов Угреб. Сказка о рыбаке и рыбке. Так. Ну, это тоже что? Рыбка. Это хвост. А это что? Какой-то этот... Якоть, что ли? Тоже золотая рыбка. Царевна Лебедь. Так, а это кто делал? Федулов Иван, Лисова, Диана. Слушай, какие молодцы дети-то. Посмотри-ка. Ой, какао, Люда, будем пить? А, Люда, какао будем пить? Да. Я бы выпила. Кофе. Лимонады молочные напитки. Там бегущая стака была. Горячий колок. Если какао есть. Что, горячий шоколад? Запитки на кокосу. Вон, с кокосом, лимон, лимон, лимон. Пойдем досмотрим. Вы горячий шоколад смотрите? Ага, сейчас мы досмотрим и вернемся. Утки, привет! Вы что, под ногами? Она на вас чуть не наступила. Смотри-ка. Селезень красивый какой. Он что-то... Они подмерзли, наверное. Ну, да. Видишь, падает, падает. Лапонька моя. Ага. Ну, вот как вот помочь, а? Ну, как вот его отогреть, Люда? Я не знаю. Я тебя не пугаю. Или нам так показалось? Нет, нет. Он переваливался. Суриковские полотна. Бояриня Морозова. Снежный городок. Бояриня Морозова. Смотрите, какие молодцы дети-то художественной школы. Молодцы, молодцы. Ничего не скажешь. Да, хорошо, что мы сюда пришли. Тут и... Про золотую рыбу, да? Ну, да. Одна тематика. Разбитая корыта. Смотри, елочка тут. И с чего? Ну, по сути, все. Там панно, но... Ну, не панно стена. А, нет, не все. Пойдемте дальше. Так. С Новым Годом! Люда сейчас рассказывала, что ехала в автобусе. И их развлекал какой-то парень. Рассказывал стихи. Или что он там? Песни пел? Песни пел. Обращала внимание людей. Посмотрите, какая красота. Снег идет. Так, это что у нас? Каспирович Яны. Силютина Алина. Девочки, да какие вы молодцы. Попробуй-ка вот это вот все вырежи. Из-за льда. Ты посмотри. Вот мелкая работа тоже какая-то. Но мы ее не видим. Что это такое? Елочка. Наверное, пушкины. Наверное. Это музыка свиридово, да? Где ты видишь? Написано? Грезы поэта. Неведомые зверушки. Неведомые зверушки. Вон белочка, по-моему, наверху. Что-то я забрала. Ледяные клинки. Ну, смотри, девчонки вырезают. Хаосовые рины из зираново инга. Это, наверное, свежая королева. Так, немножко лица. Лица страшно восстенькие у скульптур. А в принципе, очень даже. Алина. Серегин Михаил. Солнце, да, я так понимаю, наверху. Перья. Молодцы какие. Золотой петушок. Чижик-пыжик. Чижик и пыжик. Ну, вот так, друзья. Наши дети. Будущие художники. Будущие художники. Мы же приехали на левый берег. И решили с Людой дойти до музея. Может быть, там какие-то выставки есть. Ну, надо было бы посмотреть. Ну, ладно, у нас задача просто прогуляться. Вот мы и поставили себе цель. Дайте, знаете, купили какаву. Вы видели там на берегу. А, отвратительный. Такой сладкий. Сладкий-пресладкий. По три глотка слюса сделали. И вылили его в белый снег. Два коричневых пятна. Ну, что делать-то? Ну, что-нибудь сейчас вкусненькое. Может быть, где-нибудь зайдем, да? В какой-нибудь кофеечек. С какой-нибудь хрустяшкой, да? Ой, а то птички-то чирикуют, Люда. Уже к весне дело. Ну, они чувствуют. Да, к весне. Снежочек-котечка нет. В музее. Ну, сейчас экскурсия, она сказала. Просто по музею. Ну, мы там с вами были. У меня есть видео на канале. Поэтому мы, не знаю. Люда, что мы дальше? Пойдем, может быть, куда-нибудь зайдем, кофеечек попьем? Да, Люда? Может, кофеечек зайдем куда-нибудь попьем? Что ты тут? Олегра. Мы находились, нагулялись сюда, 9 тысяч шагов прошли. И пришли опять в свой любимый ресторанчик. Гена Цвали. А знаете зачем? В прошлый раз мы тут присмотрели пиццу или лепешку. Сейчас посмотрим, как она называется правильно. С грушей, карганзолой. И что-то с чем-то еще. Хотим попробовать взять ее и чаечек. Нас посадили в основной зал. Так вот, друзья, как называется. Хачапури с грушей, карганзолой. Карганзола, груша, сыр слугуни. Лепестки, миндаля. 700 грамм. 7009 рублей. Ну вот, да, закажем ее. Мы, собственно, из-за нее и пришли, да, Люда? Из-за нее и пришли, ее и закажем. Ну и чаечек. Ну, я тебе хочу сказать, что если какие-то ягоды, еще что-то, то вот эта сеточка, это не отшире. На этой сеточке налипает все. И он застревает. Так, взяли мы что? Взяли мы чай с имбирем. И с чем блюдо? А, с клубникой. А, вот она, клубничка. Посмотрите, друзья, принесли нам хачапури с грушей, карганзолой и с лепестками. Горячо. Горячо? Ну, прям свежеприготовлено с лепестками ореха. Господи, миндаля. Ну и что? Что скажешь? Не поняла еще? Ну, сейчас, друзья. До груши дело не дошло. До чего? До груши? М-м-м-м-м. Что-то очень вкусное, да? Тесто вкусное. Вот то, что осталось. Вот, а я дайдаю. И 20 минут, да? Очень вкусно, очень. Кто еще здесь не был, рекомендуем этот хачапури с пылу с жару. Очень-очень вкусное. Ну и этот чаечек вкусный. Правда, бедут? Наконец-то сняли все зеленые... Зеленые простыни с этого здания отремонтировали. Люда, это... Красноярская же администрация? А? Краевая? А, Красноярская там на этом. Да, это Краевая администрация. Это Краевая администрация на коммунальном мосту. Ой, друзья. Отлично погуляли. Будем, наверное, прощаться с вами. Люся, что, всем пока? Пока-пока. Пока-пока, друзья. Скудноватое освещение. Но все равно приятненько. Правда? Мы с Люсей уже расстались. Хорошо провели время. Я поехала домой, она поехала домой. Все, теперь точно всем пока.